всех приветствую знаете хочу сказать вот свете того что татьяна сейчас молилась мы однажды были на служении всего втроем почему я говорю всего втроем потому что так как правило говорят люди но то что бог совершал тогда во время этой молитвы вы кстати одну из этих частей слышите потому что там помимо меня была татьяна и был владимир и господь сказал следующим образом то что он благословляет татьяну быть человеком который будет высвобождать молитву на женскую половину человечества и высвобождать эти благословения до тысячи родов и аналогичную он сказал и нашему мужчине тонн мужчин соответственно будет отнимать от благословения в суд и настолько и участник к этому патли что практически всегда как бы эти вещи возбождают сегодня татьяна тоже благословлю женщин опираясь на то благословение которое тогда было в молитве и она сама это молитва на было только плотно и полным над духом святым что вы знаете питка это просто время была такая пропитка людей но просто грузии и не плыли они не зашли по колено они туда с головой это нас всех окутало то что было оказалось бы оказалось бы человек это молоди все время когда приходит он в этой связи тоже благословляет так это было очень часто и хочу сказать вещь справляем я благословляем своих детей мы говорили уже что есть вот человек удивителен все-таки согласитесь в физическом мире так что духов они них хоть чтобы можно было увидеть его тело увидеть его лицо всем буквально людям мы понимаем что это представители духовного мира они сюда пришли и находятся здесь по повелению божьему и по приглашению людей молящихся разных ситуациях соответственно разные ангелы приходят разные обстоятельства нужно решать и через духовный мир а человек он и там и там и это серьезная привилегия и господь всякий раз нам напоминает я отец ваш я ваш отец и сегодня он тоже нам говорит что говорит господь сотворивший тебя и устроивший тебя и устроивший тебя он говорит сегодня не бойся не бойся ибо я искупил тебя назвал тебя по имени твоему ты мой примите это сейчас глубоко в сердце это говорит бог для нас потому что мы с вами если мы действительно искренние дети божьи если мы действительно осознаем что мы приходим к богу когда молимся не как посторонние люди а как его дети господь говорит будешь ли переходить через воды я с тобой через реки ли они не потопят тебя пойдешь ли через огонь не обожжешься и пламя не опалит тебя если мы уходим с земли мы уходим по божьему определению господь говорит ибо я господь бог твой выкуп за тебя я отдал так как ты дорог в очах моих многоценен и я возлюбил тебя смотрите что господь говорит он так говорил и про израиль и так он говорит про нас отдам других людей за тебя и народы за душу твою не бойся ибо я с тобой давайте скажем аминь это очень мощные слова аминь но есть и вещи которые господь озвучивает на но есть то что мы говорим богу и нам очень часто приходится говорить прости прости господи и и когда мы говорим что наше отношение к людям не те прости нас господь мы порой бываем может быть слишком эмоциональные там где нужно проявлять любовь прости нас господи мы порой бываем очень эгоистичны когда нужно в противовес этому быть и уступчивым и податливым порой в нашей жизни господь нет дисциплины прости нас господи и таких моментов о прощении у каждого человека мы можем озвучить очень много но это важный момент потому что когда мы приходим к господу с открытым сердцем мы семья мы его дети то к нам приходят благословения на наше прощение вновь открывается поток благословений и мы говорим сатана да запретит тебе господь да запретит тебе господь сатана который избирает людей для того чтобы высвобождать проклятие высвобождает страну и нашу россии тоже кстати это было для себя мы знаем что было в момент революции и что происходило с народом нашим с женщинами с мужчинами с детьми но сейчас господь приходит твой свет над нами воссиял господь и слава проявляется божья мы говорим господь все то что ты определил все твои намерения мы не собираемся их останавливать как ты сказал так и будет как ты определил в нашей жизни так и будет смирение глубже и глубже приходит в нашу нашего внутреннего человека как ты определил как ты сказал как ты сделал так и будет когда мы начинаем действовать по собственному пониманию согласитесь со мной мы делаем очень много ошибок но когда господь всякий раз напоминает нам через духа святого что мы для себя умерли а воскресли для того чтобы быть обучаемым движимым сотрудничать возрастать именно с отцом с нашим с господом то вот эти обстоятельства каждого из нас очень сильно меняет даже во взгляде на все происходящее вот в первой молитве Таня тоже об этом говорила мы те же самые люди казалось бы мы не молодеем мы взрослеем мы начинаем по другому смотреть на свое окружение на своих мужей на своих детей на своих соседей вообще на людей на природу на свою задачу на этой земле на свое сыновство перед господом и это очень сильно меняет и наше настроение и наше понимание и наше состояние и вот когда господь мы перед тобой вот в таком вот понимании и состоянии когда мы не кромсаем эту жизнь собственными руками собственными ножами и ножницами когда мы не строчим слова и все что попадается в наши руки становится предметом атаки вот в этом состоянии в Божьем состоянии когда Господь прикасается к нам и мы позволяем Духу Святому действовать первично не нам первично а Духу Святому первично мы как семейные люди сейчас понимаем что вот в такой огромной семье как наша семья Божья семья без любви невозможно вообще находиться вообще рождаются люди Господь мы благодарим Тебя что вообще одинаковых нет никого ни одного человека не только в плане подпечатка пальцев но и компоновки нашей внешнего нашего вида и чтобы сейчас не делали программисты и чему бы они не научились копируя человека копия это не подлинник это как фальшивые деньги Господь мы благодарим Тебя что ты через маленькие примеры серьезные примеры научаешь нас очень серьезным вещам что сначала надо узнать ощутить определить каков он подлинник а это слово Твое и тогда и Дух Святой внутри нас и мы уже обученные тобой наставленные тобой мы ощущаем что что-то происходит не то мы чувствуем этот дискомфорт даже в общении друг с другом мы только что говорили с вами про тему которая предложила вам рассмотреть это серьезная тема и мы с этими вещами действительно сталкивались и не единожды когда своей волей мы навязываем другому человеку поведение своей у нас есть задача подтянуть человека к своему решению иногда это менее активно иногда это пассивно даже но наша воля навязывает другому человеку и оказывается это колдовство что будучи христианином называя себя христианином ходя в церковь посещая различные служения собрания двигаться в колдовстве есть такое в христианах конечно же есть когда мы действительно забываем про то что для себя мы умерли и вот эти рассуждения господь перед тобой они очень важны для нас всякий раз когда мы начинаем понимать и осознавать что наши слова наши дела наши мысли наши внутренние посылы они открыты пред тобой абсолютно четко ты видишь какова цель данного человека и в молитве и в общении с другим человеком и когда мы говорим прости господь нам каждый день нам каждый день найдется то за что нужно попросить у нашего папы прощения мы знаем что наша страна она называет себя христианской но мы видим что язычество и заигрывание с нечистым духом это видно повсеместно и надо сказать что язычество это конечно же не христианство что про это говорить и национальности очень много в стране и мы с вами теперь в четверг всякий раз говорим о регионах республиках нашей страны мы говорим об областях мы говорим о краях и это произвело такое сильное действие господи спасибо тебе оказалось мы не знаем свою страну и то что господь показывает нам внутри этих регионов внутри этих областей открывает возможности для неистощаемой молитвы потому что мы видим что где-то мусульмане где-то язычество где-то доминирует колдовство где-то доминирует старые-старые верования маленьких народов и это все преподносится как что-то театральное но на самом деле это религиозные действия которые непременно нужно останавливать в эти скажем так тюрьмы серьезные духовные попадают люди вроде бы сначала заигрывая кто-то считает это туризмом кто-то считает это опознанием может быть каким-то интересом более глубоким интересом но ни один из тех богов которого верят люди которым посвящают свою жизнь не отдал свою жизнь как это сделал Иисус Христос по решению отца своего за все народы знаете даже Иисус не знал что за все народы он он говорил что это все приносится за народ Израиля он служил народу Израиля он двигался в народе Израиля и когда к нему приходили не израильтяне не евреи скажем так он мог сказать такие вещи которые мы тоже с вами читаем и где-то может быть даже смущаемся что это вроде бы как не свойственно Иисусу но Иисус очень промолинеен он не зол но он прямолинеен и это отцово повеление принести жертву за все народы когда мы наконец-то господи узнали что мы созданы тобой по твоему образу и по твоему подобию это так долго и так тяжело внедряется в наше существование и в наш разум что об этом говорят очень многие люди на энкаунтах что они не могут сопоставить себя с самым лучшим что изобрел что родил что высвободил Господь называя себя отцом нашим Иисусом нашим братом люди не могут это воспринять о себе потому что сатана так сильно поработал в жизни так много разрушений привнес что принять для себя вот это определение от Бога когда он говорит свой народ я сохраню не бойся я с тобой так так как ты мне дорог так как ты мне дорог много ценим я тебя возлюбил то я отдам всех других за тебя вот что он говорит о каждом из вас если мы свою веру действительно имеем по отношению к Богу демонстрируем ее в своих поступках своем поведении своем отношении но даже если сегодняшнее наше состояние перед лицом нашего отца нам не нравится когда мы говорим господи прости за это прости за это мы формируем новый характер мы формируем новое отношение к людям в жизни и если это происходит господь нас знает не только в альфе как мы себя знаем в сегодняшнем дне и в самом начале нашего христианского пути но и в омеге каждый из вас дойдет до омеги совершенно в другом уже состоянии вот Таня сегодня рассказывала про брак и это очень хорошая картинка о нашем браке о нашей семье духовной что когда мы без Бога эта семья она вся подвержена разрыву плохим взаимоотношениям можно посмотреть на него можно посмотреть на нее и найдется много всего того что в принципе в жизни человека быть не должно это все спиртоносное действие где-то для нее где-то для него но когда мы приходим к Богу тем же самым составом когда мы действительно верим Богу и все совершаем по его рассказам по велениям то те же самые люди их отношения они серьезно меняются казалось бы мы не видим физически Бога который водит и его и ее за руку но вера и его действия и его проявления они совершают вот эту удивительную работу Господь мы благодарны тебе слава тебе святой слава тебе за все что ты в нас погружаешь Господь сотворивший тебя и устроивший тебя он тебя искупил он назвал тебя по имени твоему и он говорит каждому из вас ты мой аллилуйя Господь мы рады этому забирай нас полностью со всеми теми искажениями и непониманиями которые есть еще в нашем разуме в нашем поведении в нашем служении вот наши руки вот наши сердца вот все что мы тебе можем отдать для того чтобы ты взял и использовал нас во всей полноте которая была предопределена каждому человеку предопределена каждому человеку от зачатия мы знаем это тоже через писание что рождая человека он знает кем в духовном плане этот человек максимальным и лучшим образом может проявиться но для этого Господь перечисляет те значимые вещи в нашем характере в нашем поведении которые позволят ему это сделать любовь смирение послушание дружба ученичество и этого так много я вспоминаю это время от пасхи когда мы были в этом состоянии почти 50 дней разбирались как это работает в человеке и сколько было мнений на этот счет о том что нет в характере этих вещей и тяжело это все дается человеку потому что как правило у каждого из нас две жизни до Бога и с Богом и они очень сильно отличаются Господь мы благодарим тебя и благословляем каждого брата каждого сестру которая является нашей духовной семьей помимо тех благословений которые мы освобождаем на наших детей помимо тех прощений которые ты даешь нам за наше покаяние за неправильные поступки потому что очень многие женщины из нас не делали аборты не понимая что это те вещи которые делают человека убийцей мы так серьезно относимся к тем которые убивают сейчас наших солдат на поле брони многие из нас были таковыми и одно дело воевать мужчине с мужчиной а другое дело вот это сокровище от Бога которое не может нам потеряться а мы взрослые люди через свое решение решали такие действия поэтому Господь мы благодарим тебя что ты работаешь с нашим сердцем ты работаешь с нами мы один на один будем стоять перед мне не слышно я тоже не слышно ага понятно мы благодарим тебя Господь что вот этот труд ты производишь в нас здесь на земле к тебе в царство божие мы придем чтобы одеть наши короны и получить от тебя благословение здесь на земле все формируется знаете последнюю фразу скажу здесь на земле мы выходим замуж здесь на земле мы выбираем профессию здесь на земле мы приходим в состояние покаяния мы рождаем детей и здесь на земле мы зарабатываем корону и благословение от Господа на всю вечность и служение на всю вечность короткое время на земле которое полагает для каждого из нас тот духовный старт в котором мы будем находиться вечность удивительный Господь конечно слава тебе святой благодарю тебя Господь за всех тех кто сегодня на молитвенном служении и благословение и благословение Аминь Аминь субтитры июля кашля